Всем привет! Это кратенький обзор Fisheye объектива Artra 7.5 мм 2.8 от компании Artra Lab. Возле передней линзы есть второе имя объектива Oculi-Lumen, что в переводе с латыни означает свет для глаз. Данные Fisheye выпускаются под современные кропнутые беззеркальные системы. Сам по себе объектив изготовлен очень качественно, весь его корпус полностью металлический, в том числе используется и металлический байонет. Кольца фокусировки и управления диафрагмой также металлические, не обрезинены. Кольца фокусировки вращаются примерно на 90 градусов, ход кольца фокусировки очень плавный и приятный. Диафрагма состоит аж из 10 лепестков и также кольцо управления диафрагмой вращается плавно, без щелчков и без промежуточных значений. Из-за сильно выпуклой передней линзы данный объектив не использует классические передние светофильтры, а крышка объектива просто плотно прилегает к корпусу объектива. Ну а дальше посмотрим, как данный фишай ведет себя в реальных условиях съемки. Итак, здесь в Lightroom у меня показаны примеры фотографии на кропнутую беззеркальную камеру Sony A3500. Это беззеркалка на 20 мегапикселей на данный объектив. Все фотографии это на камерный JPEG без обработки. То есть как снял, так здесь мы и смотрим. В первую очередь для фиша объектива очень важно, чтобы он был максимально резким. И с резкостью у данного объектива нет вообще никаких проблем. В том числе и на открытых диафрагмах. Посмотрим максимально открытую диафрагму. Например, здесь f2.8. Видим, что по выдержке у нас ISO 100 и выдержка 1.4 тысячи секунды. То есть максимально открытая диафрагма. Центр изображения забит деталями. А самое главное, самое важное, что края и углы изображения также полностью забиты деталями. Проседание разрешающей способности, убывание резкости к углам и краям изображения практически не происходит. То есть объектив на дальних дистанциях фокусировки резкий по всему полю кадра. Это очень-очень хорошо. Причем он резкий на f2.8. Здесь на f2.8. Куда ни посмотри, все очень резко. В центре изображения прям немножко аж муарит от избыточности, резкости, разрешающейся способности. Конечно, видно, что здесь есть немножко ореолы от контрового света. Непосредственно здесь в центре кадра у нас находится солнышко. Вот еще раз покажу на вот этом снимке. Здесь у нас вот солнце, прям в центре кадра. Также диафрагма 2.8. И от контрового света можно получить блики, ореолы, радуги и переливы. Собственно, блики от контрового бокового света это самый сильный недостаток. И он не всегда проявляется. А даже если проявляется, то он не катастрофичен. Например, видим здесь, что у нас максимально прямой контровой свет. Солнышко бьет прям в объектив на максимально открытой диафрагме. У нас есть вот такие вот радуги. Но при этом нет серьезного проседания контраста. То есть объектив создает нам высокий контраст, что для фиша объектива также очень важно. Но и посмотрим и здесь. Также на 2.8 разрешающая способность очень высока. То есть в каждой части кадра у нас на 2.8 уже присутствует резкость. А если мы прикроем диафрагму, например, здесь примерно df8. То все становится прям очень сильно резким. Прям очень здоровским. Немножко уходит хроматические аберрации. И также от ярких источников света можно получать эффект 10 лучевой звезды. Например, здесь вот видно, что солнышко дает такие вот лучики. Есть немножко бликов порезитных. Но тем не менее высокий контраст. Еще также снимок, чтобы показать звезду на 10 лучей. И также у нас есть вот такие вот небольшие блики. На самом деле снимать на данном объекте в одно удовольствие. А также у него достаточно маленькая минимальная дистанция фокусировки. Можно снимать на малых дистанциях фокусировки. Конечно, он сильно изгибает линии. Но тем не менее, даже на малых дистанциях фокусировки центр изображения имеет высокую разрешающую способность. На f2.8 он в центре изображения на малых дистанциях фокусировки очень и очень хорош. Ну а фиша в общем и целом редко применяют на малых дистанциях фокусировки. Обычно это для пейзажа, архитектуры, для каких-то творческих самовыражений. Здесь диафрагма f4. На f4 также он очень резкий. Все очень хорошо. Если умело применять фиша объектив, то можно делать, чтобы линия горизонта у нас не изгибалась. Например, на этом снимке линия горизонта у нас достаточно ровная. Чисто из-за того, что горизонт проходит по центру изображения. Еще пройдемся по примерам. Также диафрагма здесь f8. Деталей очень много, а не по всему полю изображения. Очень и очень хорошо. Но если у нас вот линия горизонта не по центру, например, здесь видно, как фишай очень сильно искривляет, изгибает изображение. Ну и еще раз, самая большая проблема у объектива это блики от контрового света. Здесь у нас прям огромная такая радуга, огромная такая корона от солнца пошла. И будем в целом подводить итоги по данному объективу. Он в общем целом хорош, много про него разговаривать не нужно. Он резкий, приятный, малохроматит, стоит недорого. На официальном сайте его стоимость всего 160 долларов. Это очень хорошая стоимость для подобного решения. Можно найти под любой байонет. Можно творить, снимать, радоваться данному фишаю. То, что я упустил, у меня все детально описано в текстовом обзоре. Ссылочка в описании к данному ролику. Ну а сегодня с вами был Аркадий Шапвал. Всем пока и до новых встреч.